В Армении сотни общин объединят в несколько кластеров. Эту идею властей негативно встретили жители ряда населенных пунктов. Они уверены, что данное решение приведет к полному исчезновению некоторых общин, а ситуация с эмиграцией и так оставляет желать лучшего. Среди противников решения и жители Басар-Гечара. Это город, который в 1969 году армяне переименовали в Арденис. К слову, абсолютное большинство его жителей были азербайджанцы. Из своих родных очагов они были изгнаны в конце 1980-х годов. Сегодня некогда переселенные туда армяне жалуются на социальные условия. По их мнению, решение упразднить общины сделает их жизнь невыносимой. Демонстранты перекрыли дорогу и провели акцию протеста. Мы тоже уедем. Зачем нам оставаться здесь? С 1988 года мы сюда переселились. До сих пор никакой компенсации не получили. Даже собственного дома не имеем. Если бы у меня были деньги, я бы давно уехал в Америку. Какое властям дело до нас? Страдаем мы, простые рабочие люди. Власти говорят, что если у народа нет денег, пускай питаются овощами. Но мы же не животные, чтобы есть только зелень да помидоры с огурцами. Нам и мясо хочется. Почему все они изменились, придя к власти? Заговорили по-другому, устроившись в своих креслах. Придет время, и история накажет их. Правящая сила стремится сосредоточить власть в одних руках, чтобы легче было контролировать избирательный процесс. Так жители воспринимают решение властей объединить общины. Я уже давно хочу уехать в Россию, но почему-то мне не выдают заграничный паспорт. Сколько можно обманывать и мучить собственный народ? Власти нас ничем не обеспечивают. Тогда зачем нам здесь оставаться? Мы и так не живем, а просто существуем. Если состоится объединение наших общин, тогда все отсюда уедут. У людей и так готовы чемоданы. Многие уже давно уехали. У всех финансовые трудности, поэтому овощи покупают не килограммами, а штучно. Я не довольна ни страной в целом, ни руководством. Устала от всего. Жалко наш народ. Вместо того, чтобы решать социальные проблемы, власти Армении всерьез взялись за объединение общин. Недовольные жители уверены, что проблемы малых сел отойдут на второй план. Руководство страны не собирается прислушиваться к населению. Об этом свидетельствует и тот факт, что за последние месяцы арестованы десятки оппозиционно настроенных глав общин. Шамистан Мамедов, Сибиси.